Ну вот у нас сегодня воскресный день. С утра было богослужение, потом трапезы, занятия, все уже разъехались. И вот приезжали сестры из Кемеровской области. Сейчас вот они у Надежды отъедут уже до сбок. А ты одновременно кланяйся. Сначала соверши крест на знамени. Руку опусти, только потом поклоняйся. Так идешь. Мы тут много уже поговорили. Что-то долго нет у вас? Вот книжки взяли. Посмотрите, какие замечательные книги. Вот автобиография. Это Миша, который в церкви умер. Принесли, я им подарил, чтобы они за него помолились. Вот смотрите, видите, какой лавки был. Это вот Надя, жена. И вот теперь посмотрите, какие они спали. Дело в том, что я говорю, вы давайте набирайте компанию. Когда мы приедем в деревню, в гости приезжают. Как беседовать с атеистами, с еретиками. Как общину создавать. Вот видите, даже закладочку сделали. А вот эта подарила открыточку ручную. Видите, хендмейд. Это вот Надежда Василина Лапкина. Видите, как она красиво пишет очень. Вот открыточка реалитета. Видите, сколько жертв. И все это во имя любви. Работает. Пособие для изучения Евангелия. Вот садимся и читаем. Вот эту книжку читаем. Раз, два, три, четыре, пять. Зовем к себе домой. Книги все шиты. И начинаем читать. Книг у меня склейных нет, запомни, все шиты. Все шиты. Все шиты. Вот это называется офсетная бумага белая. Видишь, это не газетная, как они издают. А вот это на льняной основе. Вот. А где фотографии, это милованная бумага. Фотографии где? Вот так. До 13-го года. Бибри, Гриста, Водоре. Видите какие? Мягкий переплет. Вот Господь. А с 13-го уже пошли твердый переплет. А это вот, конечно, потоп этот ужасный. За грехи все наши. А здесь что? А здесь вот Ева. Смотрите, вот Адам. Спит еще, потому что ему больно. А уже из ребра выбежал. Даже нет. Я думал, один том будет. А теперь дальше это пошло уже. Да. Очень красивые, интересные книги рекомендуем. Вместо одного. Вместо одного. Почему? Благодать. Да. Благодать. За каждое слово могут придраться. А провернуть никто не может. Брали на анализ разные, там называются, отделы центрские. Это Новокузнецкая, Темеровская, Тульская, там еще какие-то, Новосибирская. И за 15 лет ни звука, нигде не издали. То есть они должны были найти ошибки, там доказать, что это не православное. И где только не брали. И посылали в Одессу. И потом в Киево-Печерскую лавру. Центр. Там Дворкин, говорит, занимался. Я подробности вручаться не могу, но сообщения такие были. Прям писали оттуда. Знают, какой профессор занимается книгами. И ни звука не издали. Я говорю, а почему? А мне ответили, они что, говорит, самоубийцы. То есть они выйдут где-то, им уже не выйти отсюда. Каждое слово обвиняет их. Они умышленно нарушают канон. А без канонов православия нет. Без толкования нет. Я, священники, вот круг целый сидим. Я говорю, что самое ценное у нас? У православных-то? Не знаю. Это вы самое ценное, когда вы живете, как должно быть. А у вас что самое ценное? У вас самое ценное, если вы знаете Библию, родились свыше, и водимые духом святым. Вот это самое-самое. И тогда люди бы пачками не шли. Речь идет о миллионах людей, которые шли из православия. Миллионах. Это огромная армия. И виновная, Господь найдет виновных. Так, я пошел. Спасибо, Христос. Геннадий Тихонович. Благодарим за все. Аллилуйя. Аллилуйя. Вот смотри с большим луком. Вот видишь с луком. Возьму с луком для удивления.